Всем доброго утра, мои хорошие! Почитала я комментарии под видео, где день рождения, я снимала дочки свои. Ну, меня, конечно, некоторые комментарии очень удивили. Меня удивляет то, что люди заглядывают на стол, что там на столе. Я вот пересмотрела, сейчас стол сняла буквально мельком. Не всё там видно, что там на столе вообще на самом деле. Но не о том, собственно, речь. По поводу помощи близким я хотела поговорить с вами. Я думала, снимать или не снимать такое видео. Но дело в том, что комментариев было много. Каждому отвечать, ну, просто это затрата очень много времени. Поэтому я решила уже сразу видео снять, вам видеообращение такое сделать. Ну, давайте разберём, что там в комментариях было. Самое большое количество это вот пишут, почему ваши гости помогают вам стол накрывать, почему помогают салаты нарезать. Вообще, честно говоря, меня вот это вот удивило. Я думала, во всех семьях так. Оказывается, это не во всех, да? Это такая редкость. Но, во-первых, гости. В гости это близкие родственники пришли. Пришёл брат с женой, с ребёнком. Пришла тётя, двоюродная сестра с ребёнком. Мама. Самая близкая родня. Это вообще, я не знаю. Мы всегда друг другу помогаем. Я, сколько себя помню, всегда, допустим, вот приходили мы, ну, допустим, начнём с того, что вот я ещё когда родители живы были. Приходила я в гости. И если я видела, что что-то там не успевают нарезать, что-то там накрыть на стол, я всегда сразу приходила и говорила, давайте чем помочь, давайте помогу. Всё подключались, все, у кого свободные руки, подключались, помогали быстрее накрыть на стол. Если хозяева не успевают по какой-либо причине, ну, ничего страшного нету. Потому что мы близкая родня. Это не то, что вы там в гости пришли к каким-то чужим людям, я не знаю. Там уже другой вопрос. Там уже, да, накрывают люди заранее. У нас при том ещё и времени не было. У нас мебельщик работал до 12 часов. Мы ничего не могли. И когда он ушёл, нам нужно было со всех этих полоконтресолей повытирать всю эту стружку, которая там в мебели находится. Потом перенести с маленькой комнаты все необходимые принадлежности для кухни, для готовки. Вот буквально посуда там, я не знаю, посуда, не посуда, а продукты там, соль, перец, специи, всякое-всякое разное. Всё, чтобы было под рукой уже в кухне. То есть мы одновременно и переносили, и готовили. А тут же нам с дочкой надо ещё и скупаться. Мы не могли купаться, пока человек там работал, посторонние люди в доме, ребёнок, котёнок и всё такое прочее. Но времени банально не хватило. Поэтому у нас в семье принято, да, что приходят, помогают накрывать на стол, нарезать что-то. Наша близкая родня, для того и нужны родственники, чтобы помогать ближнему, правильно? Даже когда дочка квартиру эту только получила, вот ещё с нуля. Вы даже видели в видео, что брат с женой приходили, помогали грунтовать стены, они там вместе. То есть по ремонту брат всегда придёт сестре на помощь. Это нормально, правильно? Мама, брат, это нормально, что помогают. Еды на столе, вам хочу сказать, было предостаточно, еда ещё осталась. И помимо окорочков, пюре и оливье. Кстати, оливье, это у нас все, вся семья любит оливье. Поэтому любое застолье у нас сопровождается оливье. Потому что многие, мы в принципе все любим это оливье. Поэтому мы его готовим, когда собираемся. Мы любим пюре, окорочка бывает мясо, но с мясом возиться не было времени, поэтому окорочка это самое быстрое, то что нужно положить в духовку и запекать. Притом вот сестра моя сказала, что я не устаю любить окорочка. Я люблю всегда, когда есть окорочка. Ну и помимо этого, там была колбасная нарезка, три вида колбасы, сыр, семга или форель, не помню, дочка там тоже нарезала. В общем, закуски было предостаточно, ещё три торта было потом. То есть все наелись, объелись и ещё еда осталась. Я не знаю, там дочка доедала или уже выбрасывала это потом. Потому что я же в этот день уехала вместе со всеми гостями. Так что мы дружненько, все с семьёй, весело всё нарезали, пообщались, стол накрыли. Всё это, знаете, когда вот компания весёлая, когда все доброжелательные, все помогают раз-раз-раз, всё это сделали дружно, весело. И я считаю, что это хорошо, в этом ничего плохого нет. Если у вас так не заведено, ну это у вас так, а у нас вот так вот, понимаете, в семье так принято помогать друг другу. Вот. А потом то, что касается, что мы на мусор пошли все вместе, потому что у нас за дверью уже лежала огромная вот такая вот гора. Во-первых, упаковки от всей бытовой техники, которая у нас там пять предметов бытовой техники, которая встраиваемая была. И все эти упаковки лежали за дверью. И помимо того, что добавился ещё мусор, когда готовили. В общем, дочка попросила брата, чтобы он помог ей там на мусор снести. Сама бы она не справилась. Вы представляете, такую кучу, это надо несколько раз идти на мусор. И если бы без нашей помощи, она бы ещё и с ребёнком туда бы шла. Она же не бросит его в квартире одна, правильно? Значит, это естественно, что мы просто подхватили все этот мусор, все, у кого свободные руки, всё это подхватили за раз. И вынесли всё равно, все дружно спускались вниз и всё равно шли в сторону мусорки. В общем, ничего страшного нет. Всё это получилось здорово, задорно, весело. Я поэтому это сняла. Ну, а если, знаете, почитать вот такие комментарии. Я сначала была шокирована от таких комментариев, потом задумалась, думаю, интересно. Это что же за эгоизм такой, если бы мы пришли, ближняя родня, да? Пришли бы, сели бы так на диване, нога за ногу. И смотрели бы, как зашиваются, да, мама и хозяйка. И сидели бы, ждали, пока вот это вот, значит, на стол накрыли. Мы просто не успевали. И тоже какой-то был бы эгоизм. Ну, просто все прекрасно понимают, что тяжело одной с ребёнком. И вот это всё, этот ремонт, и всё это, всё это вот это вот кипит, делает этот мусор ещё, чтобы я представила, как она выносила. Мне хотелось вообще, пока все за столом сидели, просто взять потихоньку и снести с кем-нибудь в помощь. Я сказала сыну, давай мы с тобой вдвоём отнесём мусор. Вот. Но все решили, что нет, мы все дружно этот мусор возьмём, понесём. Так решили все. И всё, никому ничего нет. А потом я хочу сказать, вот по поводу того, что стол накрыть помочь, убрать со стола помочь. У нас в семье всегда так было заведено. Я просто вот уже вспоминаю, как и я ещё с родителями жила. Я помню, тётя Надя была, это маминого брата, жена. Она всегда просто молча становилась, мыла посуду. Всегда. Даже когда мама вот с нашей семьёй, её брат со своей семьёй приходили к бабушке. И всегда помогали на стол накрыть, со стола убрать, посуду перемыть. Тётя Надя, она всегда становилась и мыла посуду. Вот тётка, да, наша. И я как-то вот с неё пример взяла, наверное, потому что я знаю, насколько облегчается труд хозяйки, когда если вот ещё кто-то поможет помыть эту посуду после гостей. Поэтому пока гости сидят, общаются, кто-то моет тем временем посуду, что-то собирается со стола, что-то там в контейнеры складывается. Ну, в общем, помочь убрать со стола, это тоже большой подспорье для хозяйки. Если вы хозяйку любите, если хотите вы ей как-то вот помочь, облегчить вот это вот всё. Ну, это тяжело, стол накрыть, со стола убрать, на самом деле это всё тяжело. Тяжело одной хозяйке это делать. А если ещё маленький ребёнок бегает, ну, это вдвойне тяжело. Поэтому, конечно, ничего страшного нет. Я всегда, вот я уже с тётей Надей взяла пример, и сама я тоже, вот даже к сестре, когда прихожу в гости, я помогу на стол накрыть. И пока гости сидят, уже там, как бы уже стол закругляется, вот к чайному столу готовить, я тарелки уже соберу, я молча пойду их помою. И когда застолье уже заканчивается, тоже прежде чем расходиться, ну, кто-то там просто сидит болтает, никто никого не принуждает чему-то. Если у кого-то есть желание, инициатива, мне, например, хочется размяться и чем-то помочь, а почему бы и нет, я собираю тарелки, я иду их мою. И мне хорошо от того, что я помогла, сделала доброе дело. Вот. Не надо скупиться на добрые дела, мои хорошие. Вот. Поэтому, если вы помогаете своим родственникам стол накрыться, стола убрать, ну, вам респекта, да, и уважуха, с моей стороны. Я считаю, это нормально, это нормально. Кто-то написал, что там вот Селена, вот она там, гости уже идут, она идёт снимать. Но, девочки, работа блогера, знаете, она вот такая вот. Если вы хотите преуспеть в этом деле, то, невзирая ни на что, нужно снимать видео, тогда, когда нужно, то, что нужно, и тут уже не обсуждается. Все прекрасно понимают, что Селена блогер, и когда нужно снять видео, тогда она идёт его и снимает. И я это прекрасно понимаю. Потому что, пока мебельщики работали, снимать было, не было возможности. Видео скапливаются, которые нужно выпускать вовремя. Есть некоторые рекламные видео, которые нужно выпускать вовремя. Так что, так что вот так вот. Вот. Ну, а по поводу некоторых видео негативных я не стала удалять. Хотя некоторых удалила, которые просто, ну, знаете, когда идут прямые оскорбления, кто-то там чего-то там не так выглядит, кто-то там косолапит, кто-то там ещё что-то. Но, знаете, это уже просто обсуждать чью-то внешность, это вообще неприлично. Я считаю так. И те комментарии, которые я вижу, что они идут оскорбительного характера, я вообще блокирую таких людей. Зачем мне такие люди нужны в комментариях? Вот. Ну, а то, что стол пообсуждали, я оставила. Ну, думаю, ладно. Мне само интересно почитать, у кого, как заведено в семье, кто кому помогает, кто кому не помогает. А ещё написали, что стол был бедный. Ну, во-первых, у меня не было цели стол снимать, а стол там вообще мельком получился. Я сказала, стол импровизированный, потому что мы взяли два стола. Мы их просто поставили. Один стол был бы мал, короткий. Два стола получилось длинных. И они ещё и узкие. Поэтому у нас вот так вот расставлено были блюда. А с двух сторон у нас сидели люди, там уже тарелки. Вот. Я не стала наготавливать ничего лишнего. Я знаю, что любят покушать мои родственники. То, что готовится быстро. И самое главное, что, в общем-то, да, не было у нас красной икры, не было чёрной икры. Но это уже действительно была бы показуха. Это к чему? Вот. А потом я хочу вам сказать, заглядывать в чужой род, это нехорошо. Что ж вы заглядываете? Что там на столе, что приготовили, что не приготовили. Можно было бы ещё каких-то блюд наготовить. Но я же говорю, на это уже не было вообще времени. Поэтому я дочке сказала, она мало того, что накануне, она поехала в ленту уже в 11 часов, только она уже в ленте вот там ходила и по списку покупала продукты. Я знала, что я хочу приготовить. Из горячего, какие холодные там, пару салатов и холодные закуски, нарезка и всё. В общем-то, я там особо ничего не хотела наготавливать лишнего. И я знала, что ну вот это количество еды будет нам предостаточно, ещё и останется. А ещё мне понравился один комментарий. Кто-то написал, что что ж вы люди, все говорите о бедности, денег ни у кого нету. И тем не менее в комментариях пишут, что это стол не стол, оливье не оливье. И уже оливье не еда обыденная какая-то. И окорочка с картошкой вам не еда. В общем, и колбаса вам не колбаса. В общем, всё не то. Все действительно пишут, что какая-то обычная еда, ничего такого. Можно было бы постараться и чего-то больше там приготовить, и чего-то больше накрыть. Ну да, ну у нас, наверное, такая вот обычная простая семья. Да, мы любим оливье, мы любим пюре, мы любим окорочка и любим нарезку колбасную. Вот я захотела, грудинку попросила дочке, чтобы она купила грудинку, два сорта колбасы, чтобы там сыр был. Сёмга, рыбка там какая-нибудь была. В общем, она купила всё по списку. Я компотик ещё сварила. Хотя она купила соки, я сказала, не хочу я эти соки, я хочу компот нормальный. Вот тут тоже предпочтения у всех разные. Вот для меня и для моих родственников это нормальная еда, это вкусная еда. Сели, поели, всё прекрасно. Никто не голодный, все наелись. Это потом ещё тортами всё загрузили, и все уже сидели, отвалились, сытые, довольные. Посидели, пообщались, поболтали и всё. Самое главное общение. Вот мы встречаемся для того, чтобы пообщаться на днях рождения, из-за того, что, конечно, все заняты, все работают, у всех свои семьи. Поэтому мы встречаемся в основном по дням рождения. И с удовольствием посидим и пообщаемся. И у нас очень весёлая семья, мы любим посмеяться, повеселиться. Но, к сожалению, у меня не было времени снимать всё наше застолье, потому что я крутилась-свертелась. Я просто пару раз взяла камеру, чтобы немножечко, чуть-чуть снять, хотя бы несколько секунд, просто чтобы видно было, что наши родственники, что у нас там шумно-весело и здорово всё. Я вообще могла столы не снимать, я могла не снимать, как мы мусор выносим. Девочки, ну это жизнь, господи, это жизнь, это мы, это мы простые люди. Кто-то пишет, вот вы там какие-то богаты. Ну, какие богаты? Никакие не богаты. Люди просто зарабатывают. Дочка машину продала для того, чтобы себе сделать уже кухню, гардероб. В кухню очень много, конечно, ушло, и кухня сама по себе дорого стоит. Бытовая техника, которая встраиваемая вся, тоже дорого стоит. Но ей хочется это иметь, и хочется, чтобы в квартире было всё, и чтобы был комфорт, удобство и красиво, чтобы было. Поэтому вот так сделали. Осуждать за это не стоит. Вообще, судьи кто, скажите? Кто судьи вообще? Кто судит там вот, сидит за камерой и судит? Я не могу понять. А у вас всё идеально гладко, да? И прямо всё шип. Ну, я опять-таки допускаю, что у всех по-разному. Мы же все люди разные. И у всех разные обычаи, у всех в семье принято так, в другой семье принято по-другому. Нужно не осуждать, а принимать, и просто смотреть, как по-другому люди живут. Нравится вам, вы что-то примете для себя. Не нравится, не примете. Ну, не нужно никого осуждать. Обсуждать, осуждать. Вот за это я не могу понять, за что осуждать вообще людей. Я лично людей воспринимаю такими, какие они есть. То есть, нужно быть немножко терпимее, девочки, друг другу вообще-то. И нужно быть добрее. Как говорится, знаешь, будь проще, народ к тебе потянется. Вот так. Ну, вот и всё, девочки. Что я хочу сказать вам напоследок. Кто брызжет ядом, я, конечно, их запомнила, взяла на карандаш. Ну, а тех, кто поддерживает, кто пишет добрые комментарии, кто пытается поддержать, поднять настроение, тем огромное спасибо. Мне очень нужна ваша поддержка, девочки. И я благодарю всех своих подписчиков, кто пишет добрые, хорошие комментарии. Я эти имена тоже помню. Ну, вот и всё, пожалуй. Всё, что я хотела сказать. Мне кажется, на основные комментарии я ответила. В этом своём послании. Ну, а сейчас я уже буду собираться к дочке. Сегодня я уже еду к ней. И вот посмотрим, что мы будем. Что она там уже сделала. Она там порядок наводила целыми днями, я знаю. Ей нужно было уже разобрать свои вещи, рассувать их по шкафам. Шкафов теперь появилось очень много, огромное количество. Вот. Но она говорила, что она там, в общем, целыми днями занималась разбором вещей в основном. Вот. Ну, и ещё моя задача запустить посудомойку, сделать первый запуск. Посудомойку мы ещё не включали, потому что там перед первым запуском нужно сделать кое-какие манипуляции. Я дочке сказала, без меня ничего не делай. Я приду, и мы будем делать вместе. Не знаю, я или она, кто-то из нас будет снимать, наверное, это. Но это вы увидите уже позже. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, не ставьте ничего. В общем, девочки, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok